Продолжение следует... Так, еще несколько человек находится в зале ожидания. В общем, да, уже больше 70 человек пришло. Коллеги, давайте я начну, наверное, наше большое насыщенное мероприятие. Поэтому, в первую очередь, прошу, скажем так, подготовиться, быть внимательным слушателем и активно участвовать в обсуждениях, задавать вопросы. Сегодня мы продолжаем наш цикл мероприятий, посвященных запуску новых товарных категорий, которые были анонсированы в декабре месяце. Сегодня мы собрали наших уважаемых партнеров по оборудованию. И, собственно, ключевая мысль сегодняшнего мероприятия – это именно технологические решения, которые позволят для любых форм-факторов найти подходящий способ нанесения и, в общем, на самом деле справиться с проектом по маркировке. Кратко еще раз расскажу про себя. Меня зовут Евгений Роднянский. Я операционный директор компании Utrace. И сегодня на встрече будут последовательно выступать следующие коллеги. Данила Севастьянов, руководитель проектов компании ЦРПТ, которую вы, я думаю, все хорошо знаете. Максим Рукавишников, директор по маркетингу компании Meridian. Юрий Александров, руководитель группы продаж компании Vekos. И Руслан Марушов, это ведущий инженер проектов и операционный директор компании OST. И завершать нашу встречу будет Ариф Гаджиев, директор по клиентским сервисам и постпроектному сопровождению. В общем, у нас будет порядка час сорок-два часа такого активного обсуждения. Поэтому, как я уже сказал, запасайтесь определенной энергией и терпением. Формат я предлагаю следующий. То есть вы в формате использования чата можете задавать вопросы по ходу спикером или в целом. Общие вопросы, которые вас интересуют. Я буду отслеживать это внимательно в чате и смотреть, какие из вопросов следует задать почти что в прямом эфире. Какие-то вопросы, скорее всего, могут отъехать, скажем так, на последние 15-20 минут открытого обсуждения. Но мы постараемся, конечно, большинство вопросов покрыть прямо по ходу эфира. Поэтому, пожалуйста, используйте все средства доставки информации до нас. А я уже постараюсь донести уже до спикеров. И уверен, что вы получите экспертный ответ на любые вопросы по нашей тематике. Так, тогда я предлагаю начать без особого промедления. Данила, тебе тогда слово. Да, коллеги, всем добрый день. Представлюсь. Севастьянов Данил, технический руководитель проектов. Оператор ЦРПТ. Сейчас я выведу презентажку. Должно быть видно. Соответственно, я сейчас расскажу про эксперименты и то, как мы к ним подходим, зачем мы их проводим и почему в них стоит участвовать. Мы не видим ни Данила, ни презентацию. Данила, попробуй еще раз перепошарить, пожалуйста. Мне кажется, количество участников чуть-чуть перезагрузить, перегрузило, да, сетку вещания. В общем, я надеюсь, что в дальнейшем получится все заново пошарить. Может быть, переключиться к другому источнику. Сейчас, нет, пока не видно, к сожалению, пока не видно. Если неудобно, может, ты можешь пока начать и тогда, может быть, если ты меня отправишь, я смогу пошарить со своей стороны. Так, тогда можешь пока устно продолжать. Коллеги, извините за технический сбой. Ну, я думаю, мы сейчас все вернем в управление. Да, давайте я тогда продолжим. Для чего проводятся эксперименты? Эксперименты проводятся для того, чтобы производитель, участник отрасли, отрасли, которая рассматривается в этот момент как предмет маркировки, чтобы он мог почувствовать все необходимые процессы, понять их, попробовать их, пощупать их, получить опыт, понять, какую технологию он в том или ином участке будет использовать, понять, как эта технология должна работать, из чего она должна состоять, проверить свои какие-то гипотезы, может быть, у него уже есть свои соображения на этот счет. В процессе проведения эксперимента и подготовки к нему производитель ищет технологического партнера, рассматривает различных, да, и выбирает конкретного, с которым далее будет идти. Эксперимент позволяет ему убедиться в том, что партнер действительно эффективен. Если это по какой-то причине происходит не так, в дальнейшем он может без затрат для себя поменять технологического партнера, да, и уже в продуктивное внедрение пойти с каким-то другим интегратором. Соответственно, эксперимент проводится для производителя бесплатно. Все затраты, которые несет интегратор на то, чтобы приехать к вам, поставить оборудование, провести какую-то интеграцию программную, провести интеграцию аппаратную, все это настроить, все это запустить и дать вам денечек пожить в маркировке. Все эти затраты мы берем на себя и компенсируем интегратору. Соответственно, единственное, что потребуется от вас, это ваши силы, это ваше время, это ваш интерес. Что еще можно получить в качестве участника эксперимента? Первое – это обследование производственных линий. Соответственно, с помощью… Да, прошу прощения. Евгений, давай следующий слайд. У тебя же сейчас демонстрация, да? Да, сериализация, агрегация. Тебе подходит? Нет, следующий. Да, спасибо. Сериализация, агрегация мы рассматриваем как процессы, которые можно проверить в эксперименте. То есть вы можете участвовать с экспериментом либо по сериализации, либо и сериализация, и агрегация – это на ваше усмотрение, хотите ли вы проверить какой-то отдельный участок или полный процесс. Соответственно, в качестве полного процесса вы также можете проверить вплоть до отгрузки продукции, вывода ее по кассе, удаленной продажи, доставки и любые процессы, которые у вас есть, их можно рассмотреть. Их можно рассмотреть и протестировать, да, самое главное. Значит, участник эксперимента также получает для себя обследование линии, аудит технический, некое подготовленное техническое решение для него, определяется с требованиями, которые есть к технологии, внедряемой. Полностью формирует дальнейшую карту внедрения, то есть как по таймлайну будут идти, какие процессы, кто участвует, кто помогает, кто ответственный. Этот весь процесс, он становится для участника эксперимента прозрачным. Соответственно, он тестирует процесс выпуска продукции, да, производства. Он получает доступ к участию в рабочей группе, в которой обсуждаются все актуальные вопросы, обсуждаются необходимые доработки, возможно, системы, доработки каких-то отдельных процессов, бизнес-процессов, да, о том, что есть отраслевая какая-то специфика, да, и, может быть, у конкретного данного производителя или целого сегмента подобных по профилю производителей есть свои какие-то уникальные процессы, которые необходимо учесть при работе с маркировкой и в методологии как таковой. Соответственно, он также получает для себя выделенного у руководителя проектов, который будет вести его на протяжении всего его пути в маркировке. Это такой прямой канал взаимодействия, по которому можно обратиться с любыми вопросами и всегда найти помощь, даже если, не знаю, общая линия, например, еще держит в обработке запроса и готовит на него ответ. Ну и также участие, возможность в проведении пиар-активности. Если производитель того захочет, можно организовать какую-то историю с его брендом, можно приехать с телевидением, сделать какой-то сюжет, можно сделать какую-то совместную маркетинговую интеграцию, например, интегрировать логотипы. Ну, в общем, на что хватит фантазии, да, это все выполнимо. Вехи эксперимента. Значит, нам нужен будет сейчас следующий слайд. Да, спасибо. Первое. Это получение от участника, наоборот, от производителя заявки на участие в эксперименте. Он это предоставляет в адрес оператора ЦРПТ. Это формальная процедура, но которая как раз-таки допускает вас в эту рабочую группу. Далее мы запрашиваем опросный лист. Параллельно вместе с этим встречаемся с вами, обсуждаем, знакомимся, рассказываем про маркировку. После опросного листа проводим какое-то некое первичное обследование линии. Это можно сделать между нами, да, сюда же можно также привлечь и уже какого-то интегратора, если у вас кто-то подобран, сделать некую совместную встречу. Далее нам нужно будет формально подписать договор об участии в эксперименте. Неформально согласовать план графика проведения эксперимента, согласовать сценарий проведения эксперимента. Это такой документ, в котором мы описываем все, что мы будем тестировать, что мы от этого ожидаем, какого эффекта, какого результата. Соответственно, все процессы, бизнес-процессы, которые вы хотите увидеть с призмы маркировки, вы можете также спланировать в этом документе. Далее мы выбираем интегратора. Как это происходит? У нас есть общий список технологических партнеров, который размещен на сайте. Их там много, по разному профилю они отсортированы. Но также при прямом вопросе с конкретной постановкой, например, меня интересует профиль интеграторов, которые, например, находятся в таком-то регионе и имеют опыт работы с таким-то форм-фактором упаковки, который я произвожу. Я хочу, чтобы мой интегратор уже много-много-много раз внедрил такую же маркировку на каких-то других продуктах и был опытен в этом. Соответственно, мы делаем некий шорт-лист, делимся им с участником, в который входят все подходящие подописанные задачи интеграторы. Вы связываетесь с ними, собираете их предложения, обсуждаете вопросы, знакомитесь, выбираете какого-то конкретного, с которым пойдете в эксперимент. Далее мы согласовываем технические решения, смотрим также со своей стороны, ничего ли мы не забыли, доставляем оборудование, проводим пусконаладочные работы, проводим эксперимент, тестируем все процессы, которые у нас были согласованы в сценарии. И по итогу этого проведения тестирования у нас появляется протокол и отчет от интегратора, в котором он описывает все проведенные работы и достигнутые эффекты. Соответственно, сразу же подсвечу вам, что после эксперимента и его проведения лучше не терять хватку, не снимать руку с пульса и продолжать с этим интегратором, либо же каким-то другим, если вы не уверены в этом, продолжать подготовку к внедрению уже в боевом режиме, потому что подготовка занимает длительное время, она у крупных предприятий может занимать до полугода. Здесь требуется и техническое задание составить на оснащение, и договор, и закупить оборудование, которое будет еще какое-то время изготавливаться и поставляться. Некоторое оборудование поставляется из-за рубежа. Вот предельный срок, который мы фиксировали, это 16 недель срок поставки. Соответственно, ну это такое оборудование, условно назовем, из стран со сложной логистикой. Соответственно, есть всегда варианты, где здесь можно найти какие-то опции, но тем не менее я подсвечиваю такие максимальные шаги, которые нужно учитывать, которые нужно для себя понимать и в том числе понимать свою специфику. Потому что у кого-то составление договора занимает неделю, у других предприятий полтора месяца. Соответственно, вы должны это планировать и видеть в своем горизонте. У нас на сайте также есть все необходимые информационные материалы по различным тематикам. Это и документация по интеграции, и методологические какие-то базовые информационные материалы, и, не знаю, вплоть до информации о расходных материалах, ликбезе и каких-то выводах после нашего тестирования. У нас есть честное сообщество. Это информационное пространство, где замыкаются участники оборота различного профиля. Это и производители, и розница, и оптовики, и технологические партнеры, и сам оператор, как участник, предоставляющий ответы на вопросы. Соответственно, здесь можно задавать любые вопросы, читать любые гайды, которые размещают компетентные партнеры. Все материалы проходят нашу верификацию, соответственно, вы не увидите здесь каких-то сомнительных ответов, связанных со слухами или связанных с еще какими-то фантазиями, которые можно, например, встретить в отраслевых чатах или в чем-то таком. Вся эта информация подкреплена, естественно, какими-то нормативными документами, и можно быть уверенным в том, что, опираясь на предоставленный ответ, вы не попадете в какую-то неловкую ситуацию. Данил, у тебя есть слайд такой классный по поводу ошибок типовых? Может быть, здесь как-то прокомментируешь? А, да. Ну, я решил, что он, наверное, избыточен для нашего сегодняшнего выступления. Ну, ладно. Да. Какие есть типовые ошибки, в том числе, с чем вы можете столкнуться на эксперименте, и дай бог, если на эксперименте, а не потом. Есть определенные требования к формированию кода маркировки. Как минимум, это должен быть не QR-код, а DataMatrix. Отмечу момент в терминологии, потому что многие участники оборота, которые впервые входят в маркировку, привычки называют этот QR-кодом, как любой двумерный код называют. Референсным неким таким QR-кодом. И в техническом задании, в том числе, иногда прописывают данную кодировку, получая, например, из-за рубежа образцы продукции, ну, в случае импортера, промаркированные QR-кодами, которые в дальнейшем не будут приниматься, считываться и воспроизводиться, да, как маркировка честного знака. Соответственно, после этого появляется вопрос, да, что делать с этой партией продукции, которая была довольно объемной. Поэтому хотел заострить внимание на том, что мы все-таки используем не QR-код, мы используем DataMatrix, и не просто DataMatrix, а DataMatrix с определенным стандартом, ECC-200, по требованиям, регламентам, общим практикам, выработанным компанией ассоциацией JS1. В этот DataMatrix включены специальные символы, которые не читаемые, они не видны человеку при сканировании и получении отсканированного, распарсенного кода. Эти символы, они функциональны и очень нужны для того, чтобы техника понимала, с чем она работает. И если мы эти символы будем как-то неправильно использовать, размещать в неправильных местах или путать между собой, или пропускать их, забывать о них и так далее, то мы получим средство идентификации, которое не будет в дальнейшем соответствовать требованиям ГОСТа, соответствовать требованиям постановления правительства, и в данном случае будет приравниваться к отсутствию маркировки. Поэтому на слайде я отразил такие основные ошибки, когда пропускаются начальные символы, FNC1, либо же дальнейшие символы групп-сепарейтер, например, подменяются начальным символом FNC1, и в каких-то случаях теряется криптографическая часть кода и так далее. Но на этом заострять внимание больше не будем. Я думаю, мы с этим понятен. Ну, нет, это для всех, потому что и производители об этом иногда теряют фокус, понимая для себя, что это как будто бы потом можно, сейчас не нужно, и из-за того, что потеряли из поля вида вот этот нюанс, начинают выпускать продукцию, да, которая потом требуется, и не перемаркировывают. Вот чтобы такого не происходило, нужно понимание и нужно внимание. Ну, а также технические средства, которые помогут вам это в автоматизированном виде контролировать. Некая камера технического зрения, которая будет на линии, это все валидировать, проверять, и в автоматическом режиме отбраковывать, либо же давать остановку при серийной ошибке. Подписывайтесь на нас в Телеграме, в любых других информационных пространствах. Телефон горячей линии, телефон линии поддержки, телефон. Также еще и почта. Спасибо. Буду рад ответить на вопросы, если они появятся в процессе выступления, коллег. Данила, спасибо большое. Так, коллеги, я прекращаю тогда свою часть, точнее, помощь в части демонстрации. Если были вопросы, которые нужно адресовать Даниле, пишите, пожалуйста, в чат. Данил будет с нами все это время. Я думаю, что по ходу того, как коллеги из наших партнеров по оборудованию будут рассказывать, я думаю, возникнут вопросы по тому, как действительно проводится эксперимент уже с точки зрения интегратора, на что нужно обращать внимание. И, опять же, повторюсь, что сегодня важно, на мой взгляд, действительно все вопросы, которые у вас сейчас накопились, не постесняться задать, потому что, мне кажется, сегодня максимально экспертная группа собрана, и все, действительно все вопросы могут остаться отвеченными, да, и ничего не останется неотвеченным. В общем, в любом случае, Данила, спасибо. Я передаю слово тогда Максиму. Максим представляет компанию Меридиан. Тогда, Максим, тебе слово. Пожалуйста, демонстрируй экран. Все видно, отлично. Коллеги, всем добрый день. Партнеры, здравствуйте. Меня видно, слышно, все прекрасно? Да, супер. Отлично. Рад вас всех поприветствовать. Представлюсь еще раз. Меня зовут Руковичников Максим, директор по маркетингу компании Меридиан, город Пермь. Тема сегодняшнего нашего, скажем так, выступления, моего в частности, да, это то, с чем в ближайшее время необходимо будет встретиться производителям парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии, лекарственных препаратов для ветеринарного применения, консервированных продуктов, да, там, масложировой отрасли. И в том числе у нас вступает в стадию эксперимента корма для домашних животных. Поэтому мы немножко поделимся своим опытом для сегодняшних участников и расскажем, как избежать ошибок при внедрении маркировки, на что следует обратить внимание и на что мы акцентируем внимание, когда внедряем маркировку. Коротко, компания Меридиан. Мы разработчик-производитель интегратор промышленного оборудования, специализируемся на автоматизации производств, цифровой маркировки и инспекции посредством технического зрения. Производство наше находится в городе Пермь. На производстве работает порядка 300 человек. На рынке мы присутствуем с 2018 года как партнер системы Честный Знак. Площадь нашего производства 6,5 тысяч квадратных метров. Мы всегда приглашаем на наших вебинарах и встречах к нам на завод с экскурсией. Всегда будем рады показать, как мы производим оборудование, на что обращаем внимание. Ну и, собственно, будем рады познакомиться более тесно, приличной встрече со всеми участниками. Коротко о нас. Нам доверяет порядка 100 крупных клиентов в разных товарных группах. Мы уже внедряли маркировку в молоке, в пиве, в сладкой воде, в соках, в лекарственных препаратах. Сейчас сотрудничаем активно с ассоциациями Сколково, являемся ее резидентом Пермской торгово-промышленной палаты, Московской торгово-промышленной палаты и входим в ассоциацию НАУР, участников рынка робототехники. Основные наши направления деятельности – это цифровая маркировка, промышленные роботы, автоматическая укладка продукции, конвейеры, программное обеспечение разного уровня L1, L2, L3. Ну и, собственно, мы осуществляем сервис и техническую поддержку для своих клиентов. Теперь приступим к основным ошибкам, которые, возможно, будут также дублироваться. Мы видим, что есть определенная проблематика. Это ошибки, связанные как раз со сложностью выбора подрядчика, точнее, с слишком долгим сроком раздумий тех производств, тех производителей, которые планируют недурять маркировку. И основная проблема, которую мы видим, из которой мы часто сталкиваемся как интеграторы, это слишком затянутый срок выбора, входить ли в эксперимент или его обойти стороной. Мы, как компания с опытом, все-таки рекомендуем войти обязательно в эксперимент большинству производств и компаний, которые сейчас у нас в этом вебинаре участвуют. В первую очередь, эксперимент поможет вам понять все подводные камни, с которыми вы сможете столкнуться на этапе внедрения. Это могут быть ложный брак, производительность и скорость линии. Поэтому необходимо будет подбирать решение под ваш тип линии, под производительность, под скорость линии, необходимый тип нанесения. Про типы нанесения мы потом еще немножко поговорим, про решение, которое мы предоставляем, и, конечно, про ваш форм-фактор. В основном от форм-фактора будет зависеть ваш тип нанесения. Соответственно, то упущенное время для внедрения решений, которое вы потеряли, не войдя в эксперимент, оно потом так или иначе нагонит разными различными проблемами, с которыми мы совместно будем сталкиваться. Первый наш посыл – за две недели невозможно внедрить решение по маркировке ни на один завод. То есть время, как правило, от выбора поставщика, интегратора, подписания договора до поставки оборудования на производственный комплекс занимает в среднем 60 дней. Возможно, действительно поставить быстрее, как сказал Даниил. Все зависит от типа линии, от скорости их, от того, насколько крупный производственный кластер. Но, как правило, это 60 дней. Примерно столько же обычно по нашей практике занимает выбор поставщика. То есть встречи, технический аудит, приезд на площадку, подготовка решений, спецификаций, подготовка схем установки оборудования. Это тоже занимает все время, и мы это делаем параллельно, несмотря на, скажем так, даже тогда, когда еще договор не подписан, мы уже обычно все это предоставляем для того, чтобы максимально показать там свои компетенции и показать, как действительно, с чем можно столкнуться будет на этапе внедрения. Это, повторюсь, ошибки те, которые делают сами клиенты, сами заводы, сами производители того или иного сегмента отрасли. На что мы советуем обратить внимание при выборе интегратора. Первое, как сказал Даниил Севастьянов, да, это партнерство системы Честный Знак. То есть интегратор должен входить в перечень официальных партнеров и входить в шорт-лист, который предоставляет Честный Знак. Второй момент. Мы рекомендуем изучить подробно референс-листы интеграторов перед тем, как вы запуститесь на этапе внедрения решений. Необходимо изучить, сколько проектов запустила та или иная компания, какие технические решения она внедряла, с какими сложностями она сталкивалась. Особенно я бы хотел акцентировать внимание на сложностях. Почему? Потому что именно благодаря сложностям нарабатывается тот опыт, который есть у большинства сейчас крупных игроков-интеграторов на рынке. Поэтому мы именно рекомендуем анализировать референс-листы и то, где были представлены те или иные интеграторы. Третье – это широкая линейка решений. То есть остерегайтесь компании, которые работают на очень узкой линейке решений или используют монооборудование. Это в первую очередь связано с достаточно гибкой ситуацией на рынке, то есть с поставками зарубежного оборудования. Мы сейчас, как российский производитель, вообще стараемся отказываться от каких-то зарубежных комплектующих и полностью переходим на отечественные комплектующие, которые мы используем в производстве у себя. Естественно, стоимость решений. То есть необходимо будет учитывать необходимые возможные дальнейшие расходные составные части при маркировке. То есть, например, цена расходных материалов на комплектующие, замену рибонов, если мы говорим для метода аппликационной, стоимость краски. То есть всю информацию вам должен объяснить интегратор и рассказать, чем тот или иной метод нанесения лучше или хуже будет для вашего производства и сколько он вам будет стоить в деньгах и выкупаемости. И, конечно, форм-факторы. То есть обращайте внимание на то, для каких форм-факторах интегратор уже ранее внедрил решение. Например, маркировка продукции на форм-факторе Doipack может отличаться от маркировки на Tetra или Flowpack, ровно как и от скорости линии, на которой это происходит. Мы имеем достаточно богатый опыт с точки зрения работы с форм-факторами. То есть это упаковка и Flowpack, и Doipack, и крышка, бутылка, банка, алюминиевая, металлическая, пластиковая. То есть все зависит от того, в чем производится продукция. Понятно, что если масложировая отрасль, это, как правило, бутылки или PET, или стекло. Если мы говорим про консервы, то понятно, что это ЖБ-решение для железной банка. Если мы говорим про корма для животных, это, конечно, Flowpack или Doipack, как правило. На текущий момент Meridian входит в тройку лидеров по интеграторам маркировки в торговой группе молоко. То есть молоко у нас отмаркировалось. У нас были представлены решения на скорости до 30 тысяч штук в час. Порядка 300 линий оснащено нами на молочной отрасли нашими решениями по маркировке. По маркировке пива порядка 200 линий оснащено нашими решениями по маркировке. В презентации будет возможность посмотреть видеоролики. Ссылочки активны. После того, как наш вебинар закончится, все присутствующие смогут ознакомиться с нашими видеороликами, на которых мы показываем, как те или иные решения работают. Что сейчас уже есть у Meridian? Meridian не только интегратор по маркировке. Мы еще занимаемся автоматизацией. Готовим решения по укладке, по палитированию продукции, по формированию коробов. Заклеиванию их, конвейерные линии, розлив и так далее. То есть у нас есть достаточно богатая линейка собственных решений по автоматизации. Ровно как и мы имеем возможность интегрировать какие-то более сложные решения, которые, возможно, даже еще в России не внедрялись. То есть у нас есть практика реверс-инжиниринга, благодаря которой мы можем полностью законструировать с нуля необходимый для вас продукт. По маркировке можно отметить наше решение по лазерной маркировке, по групповой лазерной маркировке и по работе на высоких скоростях. Есть у нас уже ряд достаточно таких пилотных проектов. Здесь мы хотим показать, как возможно реализовать решение для пример маркировки кормов для животных. Был использован метод нанесения пьеза. Сейчас мы с клиентом ведем тестирование данного нанесения метода на его производственной линии. Скорость линии 1,2 метра в секунду. Нанесение производится путем пьезопечати. То есть непосредственно в самом дизайне оставляется место под печать кода. Data Matrix за счет технического зрения определяется, в каком месте этот код должен быть расположен, чтобы он корректно встраивался в дизайн вашего бренда, вашей упаковки. Ну и, собственно, сейчас на текущий момент два метода наиболее, скажем так, высокоокупаемых – это пьезопечать и лазерная печать. Опять же, повторюсь, очень сильно зависит от форм-фактора, сколько штук в час производительности линии и какой тип упаковки вы используете. Парианты маркировки, которые мы внедряем, основные – это каплеструйная пьезоструйная печать. Здесь показан пример на крышке. То есть это крышка пластиковой PET-бутылки. Ее можно использовать как для масложировой отрасли, так и, в принципе, в воде аналогичные решения используются. Лазерное нанесение, то есть это универсальный метод нанесения непосредственно на самой линии происходит за счет лазера. Здесь скорости довольно высокие – до 80 тысяч в час. Банок или бутылок можно маркировать. И классический аппликационный метод с функцией предпечати или термо-трансферной печати, когда клеится стикер непосредственно на саму крышку или на само изделие в виде упаковки. Коротко. Наше преимущество. У нас есть подтвержденный опыт внедрения маркировки. Мы работаем со всеми форм-факторами. У нас есть круглосуточная техническая поддержка 24 на 7. Свои монтажные бригады. Мы знаем, как оптимизировать процессы на производстве, помогаем в момент инспекции какие-то вопросы решать с точки зрения оптимизации. У нас есть собственное производство. Мы обучаем заказчика и можем давать банковскую гарантию. Это в перспективе после того, как эксперименты пройдут. Сейчас, естественно, для игроков, кто будет внедрять маркировку посредством эксперимента, этот эксперимент будет бесплатный. Коротко у меня все. Подписывайтесь на наш канал, на наши социальные сети. Наш сайт meridian.ru. На ютубе у нас показаны решения, с которыми вы можете ознакомиться. Максим, спасибо большое. Пока не отключайся. Несколько вопросов поступило касательно стоимости пьезонанесения в целом. И, наверное, зависит ли это от форм-фактора, какая может быть вариабельность именно с точки зрения стоимости. И второй вопрос. Есть ли опыт реализации маркировки на таможенном складе? Так, со второго вопроса сразу отвечу. На таможенном складе мы пока маркировку не реализовывали. Хотя я могу ошибаться, потому что сейчас у нас активно несколько проектов идет. И есть подозрение, что сейчас наша коммерческая служба с этими проектами работает. На этот вопрос я, наверное, смогу ответить, если я немножко информацию соберу по этому поводу. Пока на текущий момент предположу, что, скорее всего, нет. Если мы говорим про стоимость пьезы, мы подсчитывали порядка полутора лет назад, когда внедрялась маркировка на молоке. Она была дешевле в три раза с точки зрения окупаемости, чем аппликационный метод. Но очень все сильно зависит от форм-фактора и скорости линии. То есть мы внедряли пьезу на бутылках, банках, классические для воды. Сейчас все-таки форм-факторы будут немножко другими. То есть мы видим то, что используется или флоупак, или дойпак, например, в кормах для животных, или мешки, к примеру. И очень сильно будет все зависеть от скорости линии. То есть если скорость линии от 4-5-6 тысяч изделий в час, есть смысл использовать пьеза. То есть мы рекомендуем использовать пьеза для того, чтобы срок окупаемости и стоимость кода была ниже. К примеру, если брать в учет маркировку на ЖБ банке, которую, например, мы внедряли в пиве, там стоимость кода получается гораздо ниже, но при этом оборудование будет чуть выше, потому что лазер стоит приличных денег. То есть он дороже стоит сам по себе, чем принтер по прямому нанесению. Спасибо. Коллеги, если будут еще тоже какие-то вопросы, скажем так, по технологии нанесения, может быть, кстати говоря, стандартный уровень брака, который возможен при той или иной технологии. Я думаю, что те, кто так или иначе связан с производством, коллеги, не стесняйтесь, такие технические вопросы спрашивают. Даже если коллеги не смогут ответить это в эфире, то, может быть, мы возьмем какую-то паузу, там, один-два дня и дополним презентации, чтобы в презентациях, например, эта информация к вам попала. В общем, мне кажется, это будет более эффективный путь, если мы что-то вот именно на уровне параметров, технических решений не сможем покрыть уст на сегодня. В любом случае, Максим, спасибо большое. Оставайтесь на связи. И тогда... А, нет, давай сейчас еще один вопрос небольшой от Владимира. Прямая печать и термотрансфер. Можно ли сравнивать стоимость? Можно, конечно, сравнивать. То есть, повторюсь, термотрансфер, он бывает двух видов. Либо он встает на самой линии и за счет принтера печатаются этикетки непосредственно, ну, дата кода, да, на самом производстве, либо заказываются в типографии. Вот заказ в типографии – это вообще самый дорогой способ. Он был в самом начале внедрения маркировки. То есть, потом уже мы начали внедрять термотрансферную печать, да, и после этого уже мы начали внедрять пьезопечать, да, и сравнивать можно. У нас даже есть, ну, в моменте переговоров мы своим клиентам показываем, представляем сравнительную анализ, характеристику, да, в зависимости от его линии, что ему оптимально поставить, что бы мы рекомендовали. Обычно это происходит, когда мы уже приезжаем на инспекцию линий, и в моменте технические специалисты уже смотрят, как выстроен бизнес-процесс, как работают линии, какой форм-фактор, и мы рекомендуем, соответственно, тот или иной метод нанесения. То есть, не исключаю, что есть даже, например, для ветеринарных препаратов в большинстве случаев, да, решения будут, скорее всего, даже обычным аппликационным методом, потому что там выпуск и объем выпуска гораздо меньше, чем, например, в масло-жировой отрасли. То есть, у нас пока есть такое понимание. Спасибо. Тогда, коллеги, передам слово Юрию. Юрий представляет компанию VECOS. Пожалуйста, Юрий, твое время в эфире. Используй его по полной. Да, добрый день. Всех приветствую. Я представляю компанию VECOS. Сейчас покажу то, что для вас на сегодня приготовлено. Компания VECOS – системный интегратор. Мы занимаемся промышленной автоматизацией. И цифровая маркировка – это одна из наших областей, в которых мы специализируемся. Мы находимся в Москве. Более 100 сотрудников компании работает. Реализуем проекты полного цикла. Соответственно, занимаемся проектированием, поставкой оборудования, монтажом, наладкой и дальнейшим сервисным обслуживанием. Поэтому, в принципе, проекты получаются авторизованные подключения. Совсем кратко. Юр, извини, пожалуйста. Презентация не видна. Не шарится. Прошу прощения. Давайте сейчас. Все, сейчас должно быть видно. Сейчас, секундочку. Да, так, видно экран, но пока не видно презентацию. Все, сейчас должно быть видно. Отлично. 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 Значит, основные наши направления – это, собственно, автоматизация, цифровизация производства. То есть внедрение мест систем, систем логистики, диспетеризации, внедрение технического зрения, клаверативных роботов и прочего. Поэтому, в принципе, мы изначально занимались ОСУТП проектами. А цифровая маркировка – это уже дополнительная отрасль, в которой мы также стали специализироваться. Работаем в различных товарных группах. Порядка, получается, сейчас восьми товарных групп нами охвачено. И, соответственно, также новые товарные группы, входящие в состав эксперимента. В принципе, про цифровую маркировку ранее коллеги уже сказали, поэтому перейду к следующей информации, которую я хотел с вами поделиться. Значит, порядка 500 пригласных клиентов внедрили. Порядка 100 клиентов уже реализовано. И что обычно ставится в систему маркировки. То есть туда ставится система нанесения, принтер различный, либо прямая печать, либо стикерование, используется либо типография, либо печать в цеху. То есть все варианты рассматриваем и прорабатываем. Также, естественно, рекомендуется поставить в систему машинного зрения для контроля качества нанесения, для того, чтобы пересорг также исключить. И прочие ошибки, которые, например, Данила ранее показывал, когда у нас вроде бы код кажется валидным, но на самом деле там есть какие-то ошибки, и он не соответствует рецептуре, потому что мы должны обгрузить в магазин. Ну и, естественно, нужно поставить на шкафы управления, для того, чтобы управлять камерами, принтерами, системами атаковки и прочим. Это, соответственно, минимальный такой набор для системы сериализации на автоматической линии, которую мы рекомендуем поставить. Как, в принципе, система маркировки выглядит, какая топология? Она клиент-серверная у нас, то есть есть единый сервер маркировки на предприятии, или там на весь холдинг, с которого уже идут задания на нанесение, агрегацию, агрегацию и прочее по линиям, находящимся в цеху. То есть можно сделать довольно масштабированную систему таким способом, то есть добавлять новые линии, добавлять новые товарные группы, имея единый сервер маркировки. Иначе он может быть находящимся физически на предприятии или развернутым в каком-нибудь облаке в центре обработки данных. Естественно, сервер, он взаимодействует с системой честной нации, СНТ, 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 а, соответственно, интеграция сверхи производится с помощью уже настроенных методов и прочих. Соответственно, на линиях производится операция серверизации агрегации, то есть мы маркируем продукцию, отбраковываем эту серверизацию, дальше идет агрегация короба автоматически, полуавтоматически. Мы агрегируем единичную продукцию в короба, маркируем сами короба, укладываем в палеты, и дальше уже у нас сильно упрощается логистика. То есть агрегация – это то, что вам с вас потребует в дальнейшем сети. Это потребуется, скорее всего, если вы работаете на зарубежной рынке, для того, чтобы вам сами понимать, какие коды, кому были отгружены последствия. Поэтому это также рекомендуется прорабатывать, внедрять не сразу, но прорабатывать уже на первых этапах общения, то есть в рамках эксперимента или, может быть, в рамках каких-то хотя бы предварительных расчетов и договоренностей. В принципе, уже говорил, что есть различные варианты нанесения. Мы со всеми работаем. То есть там лазерное нанесение, храмотрансферная печать, термостроенная, птезостроенная, антикетирование – все варианты. Прорабатываем и предлагаем. В зависимости от форм-фактора упаковки, в зависимости от ваших ожиданий по капитальным затратам, уже можно будет подбирать конкретные решения. Действительно, лазерная печать получается наиболее предпочтительна на производительных линиях, но, естественно, не на всех упаковках ее можно внедрить, поэтому в любом случае эксперименты тем более важны, чем более скоростные линии, чем более широкий спектр упаковки, пленки различные у вас используются. То есть если брать, например, карман для животных или упаковки, тикетирование, по нашему опыту, наиболее универсальный вариант и наиболее стабильный, поэтому, как всегда, мы всегда рекомендуем хотя бы как запасный вариант его рассматривать, потому что всегда могут быть сюрпризы, нюансы и, возможно, например, ваши крышки, если брать бутылки, ваши крышки могут не подходить под прямое нанесение, они имеют такую форму, и ваш поставщик крышек не готов будет что-то изменять, или вы сами не готовы будете вносить изменения. Поэтому тикетки – это, в принципе, такой классический вариант, который еще с алкоголя внедрялся и хорошо себя показал. В принципе, для того, чтобы улучшить параметры считывания, то есть у нас может быть вполне такая ситуация, что код нанесен хорошо, но плохо читается из-за различных нюансов вроде нестабильного освещения, бликующей поверхности и прочего. В принципе, иногда требуется помимо самих камер ставить дополнительные устройства, ну, например, световой коров, который позволяет равномерно осветить продукцию и повысить процент читаемости. То есть это тоже, в принципе, в рамках эксперимента можно будет понять, нужны будут вам дополнительные какие-то устройства или нет. Поэтому также будет полезно отработать с вами совместно. Ну, естественно, если какие-то сложные форм-факторы продукции, продукция имеет сложную геометрию, и с нее надо считывать коды, это также бывает полезно в рамках эксперимента все отработать. Чтобы показать, чего можно достичь с помощью этикетирования, то есть, в принципе, этикетка, она дает самый лучший вариант, самую лучшую статистику по считыванию, потому что контрастность хорошая, геометрия кода хорошая, и, в принципе, несмотря на все ее плюсы и минусы, получается, что на данном слайде видно, что в 47 тысяч единиц продукции было промаркировано ни одной браковки. То есть другие варианты, к сожалению, к такому не приводят. То есть прямое нанесение, оно, к сожалению, менее эффективно, чем этикетировано. Поэтому это тоже учитывайте, и также рассматривайте статистику как один из основных вариантов для ваших проектов. Соответственно, можно посмотреть, как выглядит интерфейс программного распечения уровня L3. Заказы, истории изменений, различные статистики, настройки на этом уровне настраиваются. Также на уровне L2 используется интерфейс для дополнительной настройки, уже более тонкий по печати, по считыванию и прочее. Это также рекомендация, чтобы у вас была довольно развитая система в плане настроек, в плане функционала, для того, чтобы вы могли под себя адаптировать процессы, чтобы в интерфейсе системы были нужны настройки, чтобы не надо было, например, программу контроллера залазить и прочее. Это также такая рекомендация, что вам не надо было каждый раз к интегратору обращаться. Когда интерфейс функционален и удобен, это также позволяет повысить эффективность всей системы. Ну и, естественно, вся статистика должна выводиться, чтобы мастер-смены могли видеть какие-то отклонения от производственных планов и прочее. Это также одна из рекомендаций в плане IT-части. Соответственно, что еще можно проработать в рамках экспериментов и в рамках, в принципе, всего внедрения системы маркировки? Поскольку мы в любом случае будем ставить различные системы контроля, системы маркировки, можно расширить этот функционал, чтобы внедрение системы маркировки было с дополнительным положительным эффектом. То есть можно поставить систему ОЕЕ, контроль эффективности работы оборудования, чтобы можно было, пользуясь тем же самым оборудованием, то есть датчики продукции, датчики продукции, датчики отборковки и прочее, в принципе, это уже хороший старт, хороший задел на то, чтобы туда еще дополнительно поставить систему, которая бы отслеживала простое количество брака и прочие параметры ОЕЕ. То есть вы будете понимать, насколько эффективно вообще работает та или иная линия, то или иное оборудование в вашем цеху и насколько можно было бы различные производственные процессы оптимизировать. Это достаточно полезная информация, которая позволит уменьшить в итоге себестоимость вашей продукции, лучше планировать производство. И в дальнейшем так же будет приводить к положительным эффектам. Также, поскольку внедряется система маркировки, но принтеров на предприятии обычно сильно больше, чем те, которые в сети маркировки используются, хорошо бы организовать централизованный сервис печати, чтобы также избегать ошибок и накладных расходов, связанные с тем, что, например, дата не сменилась, штрих-код не сменился при смене вашей продукции и прочее. То есть мы на основе наших маркировочных проектов также сделали сервис печати, который позволяет управлять всеми интернерами предприятия вне зависимости от вендора-производителя. То есть есть локальное решение от вендора, который, например, работает только с продукцией маркировочной машины, только с продукцией ведет. Но это неудобно, особенно с учетом текущего импортозамещения. Поэтому поставка таких сервисов в итоге будет удобна, чтобы не пользоваться флешками устаревшими, когда нужно шаблонной печати с помощью флешек менять, когда нужно в 12 часов ночи останавливать линию, менять остройки принтера, когда дата переходит. Такие нюансы, они неудобные, человеческий фактор также на это влияет. Поэтому как одна из рекомендаций, чтобы такой сервис организовать, если у вас такого нет. Естественно, в медицинской сервисной печати хорошо бы шаблоны этикеток редактировать в рамках всего предприятия. Это связано друг с другом продукты, которые могут отдельно внедряться, а могут работать и независимо друг от друга. Ну и тоже, наверное, последняя рекомендация, которую хотелось бы дать. Поскольку идет, в принципе, цифровизация производства, то есть повышается прозрачность того, что происходит в цеху, тем важнее становится планировать загрузку, планировать закупки, планировать выпуск продукции, особенно если она у вас с малыми сроками годности или наоборот, чтобы не производить слишком много продукции на склад, чтобы она там не была востребована. Поэтому на основе производственных данных можно собирать статистику и делать различные планирования, операционные или календарные. Этими системами мы также занимаемся. То есть, опять же, собирая данные из цеха, мы можем этой всей информацией пользоваться и повышать точность планирования в дальнейшем. Поэтому, опять же, это приводит к уменьшению издержек, к снижению себестоимости картинических единиц продукции и вашей конкурентоспособности в том числе. Поэтому также задумайтесь. Возможно, вы захотите пилот в том числе и такую систему себе реализовать. Она как внедряется в состав уже существующей системы, так и может ставиться отдельно. То есть, это довольно функциональное решение. Ну и, в принципе, по поводу нашего конкретного решения, что оно достаточно компактное, внедряется почти на всех линиях, работает с стерилизацией, агрегацией и работы в странах СНГ, в которых уже свои системы маркировки есть, в Пахстане, Казахстане. Ну и есть поддержка 24 на 7. Это также важно для тех, у кого линия работает 24 на 7. И важно выполнять производственные планы без остановок и впоследствии не подводить своих партнеров выполнять все сроки. Так, про сервис я уже сказал. И, в принципе, еще раз приведу примеры компании, с которыми мы уже работаем и готовы приехать к вам, провести аудит, предложить пилот в зависимости от ваших возможностей и пожеланий. Поэтому обращайтесь, будем рады помочь. Если есть какие-то вопросы, готов на них ответить. Гюль, да, спасибо. Сейчас, коллеги, я выберу какие-то из вопросов. У меня, знаешь, какой возник вопрос? Я рассказываю про сервис печати. Покрывает ли он задачи, когда на производственной площадке выпускается продукция, которая подлежит маркировке и которая не подлежит маркировке и условно поддержка двух видов учета? Да, как раз в том числе и для этого нужно, потому что у вас система маркировки по-хорошему, она должна работать, когда вы выпускаете продукцию, которую нужно промаркировать. И там, естественно, есть счетчики, и там делать сравнение выпущенной продукции с маркированной и прочее. Но что делать, когда учет не нужно вести? Естественно, тут уже можно просто самим принтером управлять, чтобы просто, ну, например, наносить дату производства. И все. И просто два режима работы. Поэтому для этого и придумали. А еще вот тут хочу к тебе тоже дополнительно спросить, когда возникает необходимость нанесения кодов маркировки в агрессивных средах, когда там специальная очистка происходит и так далее. Вот твоя рекомендация места нанесения, технологии нанесения, что бы ты придумал? Ну, тут смотрите, агрессивные среды разные бывают. Это может быть холод, это может быть, получается, высокие температуры, могут быть различные используемые химикаты. Поэтому тут... Химикат не универсальны? Да, да, да. Поэтому универсального решения нет. То есть, ну, условно говоря, там, если брать Тетропак, да, там, например, в молочке, да, он тоже обрабатывается, и там есть свой вариант нанесения. Если брать Финпак, он тоже обрабатывается, и там используется термо-трансферная печать. Ну, например, для кормов для животных, из-за того, что используется проклавирование, да, там, скорее всего, да, там во влажных, во влажных производствах, где и есть, собственно, корма, который нужно термообработать, там, получается, термо-трансфер не применяется, и применяется уже, получается, либо пьезопечать, либо ладо. Поэтому такого ответа нету. То есть, фактически берем и тестируем. То есть, берем у вас первоначально образцы для маркировки, да, смотрим, в принципе, да, какой получается результат на вашу упаковку, потому что сильно зависит еще от пленки, от крышек, образцов, да, то есть, при прямом нанесении, наверное, самый такой фактор, влияющий, это, собственно, образцы, которые приходят к нам, да, то есть, сам принтер он работает, да, но там у крышки будет разных форм, разного состава, пленка бывает разного состава, и конкретно вот на вашей пленке будет работать или нет, это нужно, на самом деле, тестировать. Вот, и там, в принципе, если брать пленочный материал, вот три варианта, да, лазер, струйная печать и термотранский, в зависимости от производительности и дальнейших условий. Поэтому там рибоны также бывают термотранский, разный, разного состава, и также их можно подбирать. То есть, тут, опять же, у нас время есть, вот, можем как раз это все протестировать. присылайте образцы, промаркируем, вы их обработаете в нужный средок, с нужной температурой, вот, и посмотрите, насколько это все держится. Это самый лучший вариант. Да, спасибо, Юрий. Коллеги, тогда мы пойдем дальше. Руслан, тогда передаю тебе слово. Руслан, операционный директор компании ОСТЕХ, расскажет про свой опыт, скажем, опыт компании ОСТЕХ в части технологических решений по нанесению. И, коллеги, я предлагаю также продолжать спрашивать, какие-либо вопросы, которые у вас возникают. Вот, по поводу рассылки презентаций, кратко, еще раз, презентации будут разосланы. Видео, запись встречи будет предоставлена там чуть позже, опять же, она потом появится уже непосредственно на нашем сайте. Так, Руслан, где Руслан? Раз, раз, Евгений, меня слышно? Да, да, слышно, но пока не видно. А вот здесь маленькая заглоска, у меня камера, я уже десяток раз нажал, она не активируется. Ну, ничего страшного, тогда хотя бы презентацию, чтобы можно было увидеть. Давайте туда пошагово, сейчас экран расшарю. Так, видно, отлично. Презентация видно. Значит, звук есть, презентация есть, осталось изображение. Так. Ну, ничего страшного, можешь... Да, хорошо, хорошо, Евгений, тогда с вашего позволения начну. Еще раз представлюсь, коллеги, добрый день. Меня зовут Мурышов Руслан, я являюсь менеджером проектов Track and Trace, маркировки, прослеживаемости в компании OS Technology. Темой моего выступления будет создание единой экосистемы маркировки, комплексное решение для различных типов производств, это и оборудование, и программное обеспечение. Если коротко о компании, то компания OS Technology берет свое начало с 2010 года. Изначально мы специализировались на оборудовании для инспекции, для контроля качества. Следующей ключевой точкой нашего развития в 2017 году стало введение обязательно маркировки фарминдустрии, фармнаправлений, это товарная группа лекарственные средства. И далее уже, когда постепенно начали подключать остальные товарные группы, мы приступили к адаптации наших решений под общие требования различных направлений производства индустрии. также хотел бы отметить, что параллельно с нашими решениями по оборудованию мы приступили к созданию собственного программного обеспечения, закрывающего все бизнес-процессы, связанные с обязательной маркировкой, и собственные решения в направлении оборудования наши готовые кастомные так сказать сборки индивидуально под заказчиков. На текущий момент мы в своем портфеле имеем полнофункциональные программные продукты по следующим товарным группам. Это фарма, лекарственные средства, молоко, БАДы, пиво, вода, наполняемых будущими товарными группами, контурами, pet food, карман для животных, ветпрепараты, соки, сладкая вода, косметика. Если резюмирую, то коротко наш портфель состоит из оборудования для инспекции контроля качества, это металлодетекторы, динамические весы, рентгены, фотосепараторы. И второе направление нашей деятельности это оборудование для маркировки прослеживаемости, в том числе и программное обеспечение, закрывающее эти процессы. мы оснастили более 300 предприятий наших оборудованием, это свыше 2000 в общей сложности единиц оборудования на предприятиях. С нашими заказчиками, партнерами мы работаем более 15 лет. Далее я, наверное, хотел бы остановиться и поговорить с вами об оборудовании, но ввиду, наверное, того, что данный вебинар у нас достаточно разноправленный по товарным категориям, разношерстный, так сказать, и предложения, какие-то концептуальные решения по решениям для производства могут варьироваться десятками различных вариантов, то я хотел бы, наверное, просто здесь подметить, что мы с нашей командой осуществляем подбор решений как по сериализации, так и по агрегации индивидуально под задачу заказчика, под проект, любой сложности, неважно, мы готовим проводить совместно с клиентом и какие-то так называемые R&D изыскания, мы готовы использовать все передовые технологии нанесения, мы имеем подтвержденный опыт использования этих технологий нанесения, исчитывания, имеем возможность использовать оборудование различных вендоров, я бы даже сказал любого вендора, если имеется как таковая сама техническая возможность. Дополнительно хочу обратить ваше внимание, что в Москве у нас есть демонстрационный зал, где представлено оборудование для маркировки и наши собственные линии для маркировки, поэтому пользуясь случаем также хотел бы пригласить всех заинтересованных коллег в гости, проведем тестирование, демонстрации, обсудим, так что наши двери всегда открыты. И дополнительно хотел бы отметить, что вне зависимости от того наши клиенты к нам обращаются за готовым решением, готовой единице оборудования или это кастомная сборка будет под клиента. На выходе заказчик всегда получает готовое комплексное решение в виде программно-аппаратного комплекса. Подводя итоги вышесказанного, в нашем портфеле имеется как собственное решение для задач сериализации агрегаций и складских операций, так и готовое решение сторонних производителей, к примеру, это компания VisioTT, Vision Track and Trace, это турецкий производитель, оборудование для прослеживаемости располагается, производство располагается в городе Анкара, небольшой экскурс в историю. Турция была одной из первых стран, где в обязательном режиме внедрялась прослеживаемость фарма-индустрии, поэтому компания VisioTT, мы ее в России называем VisioTT, так лучше наверное на наш язык ложится, и они экспертизу набирали свою вот с 2010 года, линейка оборудования представлена в различных вариациях, это и нанесение на крышку, и на собранную коробку пенал, и пролистыватели, и тикетировка на флаконы, бутылки, поэтому здесь скорее всего детально вы можете на нашем сайте даже в видео формате посмотреть, как данные единицы оборудования работают. Если же говорить о наших программных продуктах, то в первую очередь хочу подметить, что у нас собственная команда разработки, мы являемся именно российским разработчиком программного обеспечения, и соответствуем всем российским требованиям и стандартам. Наше ПО зарегистрировано в реестре российского программного обеспечения, внедряя наше ПО клиенты получают бесперебойную работу программного обеспечения и сервисов, минимизируют простое возможное оборудование из-за программных сбоев. Мы готовы к работе с большими объемами данных, с высоконагруженными линиями и в режиме высокой нагрузки. Из программных продуктов, наверное, в первую очередь отмечу, это уровень L2, так называемый Line Manager, отвечает за управление различным оборудованием для линии, обеспечения выполнения процессов нанесения и агрегации, как нанесения, считывания, отбраковка, комплексные решения именно Line Manager. Второй продукт это уровень L3, уровень производства. Программное обеспечение уровня L3 позволяет предприятиям эффективно управлять производственными процессами маркировки, повышать качество продукции и снижать затраты на производство. Система может поддерживать широкую номенклатуру различного оборудования, сборные решения, обеспечивает полную независимость, высокую непрерывную скорость работы. Кроме того, наше ПО позволяет собирать, анализировать и визуализировать данные, поступающие с промышленного оборудования. То есть, вы еще можете работать с бигдатой, с аналитикой. Это позволяет предприятиям быстро реагировать на изменения и принимать правильные решения с минимизацией простоя и убытков. Также хочу добавить, что наши продукты обладают широкими возможностями интеграции со смежными системами, такими как МЕС-уровень, L4, ERP, и наше программное обеспечение гарантирует безопасный обмен данными с регулятором. На этом слайде скажу прямо, что представлена только часть клиентов, которые используют наши программные продукты, остальная часть, к сожалению, не можем раскрывать ввиду определенных двухсторонних соглашений. Но могу сказать, что у нас есть успешно подтвержденный опыт реализации в следующих товарных группах. Это лекарственные средства, БАДы, молоко, мы не останавливаемся, мы идем дальше, мы совместно с нашими потенциальными заказчиками, партнерами прорабатываем и маркировку косметики, и корма для животных. Преимущественными нашей компании является комплексное сопровождение проекта, на всех его этапах, в том числе мы готовы брать на себя и проектное управление, современный центр компетенций и также имеем широкий ассортимент вариантов различной поддержки. Если говорить о технической поддержке, мы готовы предоставлять различные программы от 8 на 5 до 24 на 7. Мы здесь гибкие, готовы обсуждать любое ссылой. И коллеги, наверное, резюмирую все вышесказанное. Скажу так, наша компания находится здесь, в России, мы являемся российским разработчиком, наверное, в нынешних реалиях это также один из важнейших факторов. Наша команда готова работать от этапа гипотез, постановки задачи, до ввода в эксплуатацию, дальнейшей поддержки и, возможно, каких-то доработок и адаптации в будущем под бизнес-процессы, которые новые появляются на производстве. Мы гибки. Наверное, спасибо за внимание. Если есть вопросы, готов на них ответить. Жень, спасибо большое. Здесь Вадим спрашивает касательно Визиот и ОСТ. Это одно и то же значение по-разному. То есть, может быть, прокомментируешь чуть детальнее словно ваше собственное решение и те технологии, которые вы в формате партнерских внедрений предлагаете. Смотрите, у нас в нашем портфеле есть как готовое решение сторонного производителя. Визиот, это готовые машины, не наши. Мы с ними оборудование. В первую очередь оборудование. Да, именно оборудование. Почему появились наши собственные решения? ОСТ это наше собственное решение и по оборудованию, и по программному обеспечению, потому что товарные группы появляются все новые, задачи все новые, линии разношерстные, соответственно, требуется какая-то кастомизация, кастомный продукт по оборудованию именно для каждого заказчика индивидуально. Оборудование визиот только частично может закрывать здесь эти ниши. В первую очередь я бы рассматривал это в качестве использования маркировки методом термоструйной печати на пенал коробку, какую-то этикетировку флаконов, агрегация послойная, ручная, полуавтоматические кейспакеры и, наверное, вот здесь как раз портфель визиот ограничивается. Спасибо. Так, Руслан, тогда тоже попрошу оставаться, не переключаться никуда. Ариф, я думаю, что нужно чуть-чуть наших зрителей взбодрить. Не знаю, может быть, я приготовил какой-нибудь анекдот или еще что-нибудь. Я только-только, кстати, вчера начал курсы по юмору, вот, но я пока недостаточно их прошел, чтобы сейчас во всех разговаривать. обязательно ждем. Да, да, обязательно. Так, сейчас, конечно, все будет у нас онлайн будет падать, потому что все производители оборудования уже все рассказали, но на самом деле у меня короткая будет презентация, в процессе этой презентации можете пока подготовить вопросы, позадавать. я больше расскажу про какие-то инсайты от проектов, как совмещение железа и IT-части. Давайте я расшарю сейчас свою презентацию. Я буду рассказывать, наверное, больше такую практическую часть, потому что про нас вы уже знаете, я как бы рекламировать компанию нашу не буду. скажите, если видите мой экран и демонстрацию, сейчас я включу. Экран видим, демонстрацию и демонстрацию, наверное, видите. Есть, есть, супер. Вот, да, так, ну что я хотел сказать, компания Utrace, компания Utrace, мы являемся разработчиком и интегратором своих программных решений. Вот, Руслан уже рассказал про уровни L1, L3, и, собственно, мы делим, ну как бы, чтобы вместо нашего продукта показать, да, мы делим уровни L1, L2, L3, L4, если мы говорим про уровень L1, L2, L3, на котором работает у нас оборудование и программно-аппаратные комплексы, предоставляемые вендорами оборудования, таким как Merdian, Vecas, Ustech, на этом, на этих трех уровнях мы, ну фактически автоматизируем работу какой-то производственной площадки. Наше решение, оно относится уже к учетному уровню, то есть мы, как бы, предоставляем продукт, который станет для вас единым центром управления маркировкой. если у вас большая компания с разветвленной логистикой, с несколькими производствами, с несколькими складскими площадками, то этот уровень вам понадобится не только для того, чтобы, да, обеспечить бесперебойный заказ кодов, проверку баланса личного кабинета, управления стоками и сейфити стоками кодов маркировки, ну и также для того, чтобы в случае вопросов или жалоб с рынка, чтобы можно было быстро ввести код, номер партии или еще какую-либо информацию по данной поставке в систему и быстро понять, где произошла проблема на каком этапе. То есть, по сути, мы представляем такую как систему, учетную систему, как ERP, только в разрезе кодов маркировки. Сегодня, на самом деле, я бы хотел рассказать больше не про нашу систему, а про то, как мы видим по опыту, потому что нас за плечами достаточно большое количество проектов внедрения, как мы видим правильную организацию проекта по маркировке и как мы видим наиболее успешный опыт других индустриях по плавной передачи проекта в регулярной операции, на что нужно обратить внимание. Итак, ну, давайте начнем с того, что первое, что нужно помнить, это то, что любой проект маркировки это проект, который включает в себя как физический уровень, это непосредственно оборудование, монтаж, разгон машин и так далее, и информационный уровень. Информационный уровень включает в себя внедрение и интеграцию софта, в том числе программного аппаратного комплекса, интеграцию с государственной системой прослежимости с честным знаком, интеграции с учетными системами компании, с системами электронного документа оборота в будущем, со складскими системами, с вашими трепель-операторами и так далее. То есть, по сути, информационный уровень, он достаточно объемный. И также не забываем, что в информационный уровень мы также включаем обучение людей, потому что на этих системах нужно уметь работать, настройку процессов и процедур. Яркий пример здесь это изменение в процедурах управления качеством, когда у компании, например, появляется новый тип жалоб с рынка, связанных с маркировкой. То есть, потребитель с помощью приложения честный знак выявляет какие-то проблемы, например, видит, что код не находится в обороте, хотя он продукцию купил в магазине, и у него есть кнопочка «пожаловаться». Соответственно, всю эту процедуру от получения жалобы от регулятора и до выяснения причин, где произошла проблема и кто отвечает за эту проблему, является ли вообще эта проблема организации или производителя. Вот эти процедуры все тоже нужно будет включать в процедуру качества. Конечно же, помимо процедур качества есть еще процедура поддержки процессов по маркировке. Мы видим, что достаточно большой объем новых процессов появляется по управлению маркировкой, по контролю, появляются новые люди, их называют специалисты по управлению данными, которые помогают сопровождать процесс отчетности и управлять вот этим большим-большим количеством новых составляющих, новых звеньев, новых связей между системами, которые между собой взаимодействуют. И при этом мы говорим физический уровень, информационный уровень, а значительная часть усилий проекта обычно находится в информационном уровне. То есть если мы посмотрим в целом проект по маркировке, то есть мы берем не просто первый этап нанесения, второй этап полной прослеживаемости, мы берем в целом проект по маркировке, то обычно 80% усилий связаны с информационным уровнем. В чем ловушка сейчас состоит проекта для вас, для новых индустрий, которые сейчас запускаются? Ловушка заключается в том, что вот это правило 20 на 80, то, что 20% это связано с железом, а 80 с интеграциями и с информационной работой. Правило это еще больше не очевидно, потому что в новых индустриях проект идет у нас в два этапа. И на первый этап приходится основной объем как раз работы с железом, установки оборудования. И IT-часть как-то у нас уходит на второй этап, на второй план. Даже если мы посмотрим такой пример проект по маркировке, это минимум два этапа внедрения. Первый этап внедрения больше связан с, как видите, с железом. Второй уже, когда у нас, мы готовимся к полной прослежимости, у нас начнется интеграция с ЭДО, интеграция со складскими системами, с Трепель-операторами. В общем, все, что касается таких активностей больше по IT-части. И здесь важно понимать, да, то, что мы построим на первом этапе, потом будет использоваться на втором этапе. И тот фундамент, который мы создадим на первом этапе, тот поставщик, который мы выберем, тот интегратор, который мы выберем, и то решение, которое мы выберем, оно в дальнейшем станет для нас опорой для того, чтобы мы качественно внедрили второй этап, который значительно сложнее с точки зрения IT-части. И давайте посмотрим, что важно учесть у нас в планировании такого проекта для того, чтобы правильно этот фундамент построить. Если вы были на предыдущих наших вебинарах, кстати, я рекомендую вам посмотреть записи этих вебинаров по каждой индустрии, мы делали вебинар, рассказывали детально, со сроками запуска, что необходимо компаниям для успешного запуска, что такое код маркировки, в общем, базу-базу там рассказывали. Так вот, там мы рассказывали про то, что, поскольку у нас есть часть внедрения железа, связанная с уровнем физическим и часть связанная с IT-уровнем, то мы этот проект обычно разбивается на два стрима. Это стрим, связанный с проектированием, монтажом, запуском оборудованием и установкой настройки фабричной системы, то есть программно-аппаратного комплекса. Часть связанная с внедрением корпоративной системы прослеживаемости. и здесь важно, что два ключевые составляющие вот этого проекта, который у вас сейчас начнется, это первое, это проектирование целевых бизнес-процессов, то есть это пред такой, предварительная подготовка к проекту. Когда вы правильно опишите эти целевые процессы, обычно это бизнес-аналитики занимаются такой задачей, правильно написанные процессы в нотации, например, BPMN или UML, в которые вы включите также процессы сложные, такие как сверки, возвраты. Когда вы это сделаете, вы увидите, что очень много появится дополнительных нюансов, на которые стоит обратить внимание, как при выборе оборудования, выборе поставщика, так и при подготовке к тестированию систем. Тестирование систем, это тоже следствие качественной предподготовки. У вас появятся дополнительные сценарии тестов, которые вы в процессе тестирования на проекте сможете проработать. И здесь мы крайне рекомендуем ответственно подойти к этой части, включить в сценарии также негативные тесты, то есть что вы будете делать, когда закончатся коды маркировки, когда неожиданно упадет одна из систем, когда у вас появится возврат, когда на производстве например случится брак, и брак этот произойдет, когда вы уже отчеты нанесения отправили. В общем, вот эти все тесты и все вопросы, их необходимо заранее подготовить и в процессе тестирования, когда у вас будет этап интеграционных тестов и пользовательских тестов, их необходимо обязательно проработать. У нас прям очень-очень много примеров, когда компании занимались этим и не занимались этим. Когда компании этим занимались, их система настроена так, что она очень хорошо автоматизирована. Когда мы видели, что компании этим не занимались и внедряли те же самые системы, то же самое оборудование, то у них появлялись дополнительные ручные операции, непредвиденные, которые можно было избежать, если бы заранее к этому процессу подготовиться. Поэтому вот этот процесс подготовительный с описанием процессов, с подготовкой правильного перечня пользовательских требований, он очень важен. Второй момент, вторая составляющая, это организация процесса поддержки. Что здесь у нас важно в организации процесса поддержки? Что у нас запуск поддержки должен начаться, и планирование, как эта поддержка будет выглядеть, должно начаться до старта проекта. Желательно сначала как раз вот этих пользовательских тестов, когда поставщики и вендоры уже подключают к пользовательским тестам тех людей, которые впоследствии будут отвечать за поддержку. И вот этот процесс маршрутизации возникающих инцидентов, его тоже необходимо заранее продумать, чтобы не случилось так, что вы играете в пинг-понг, поставщик софта говорит, что это к оборудованию, поставщик оборудования говорит, что это к софту относится инцидент, и вы теряете драгоценное время, линия простаивает. Чтобы таких ситуаций не было, вот эта структура поддержки, какой-то центр маршрутизации инцидентов, будет ли у вас единое окно или нет, его нужно совместно с поставщиками заранее прорабатывать. Это очень-очень крайне важно. Так, ну, после того, документ, как спецификация пользовательских требований, которая позволит вам качественно провести конкурсные процедуры, то есть вы, поняв, какая вам система, исходя из ваших процессов, какие функциональные и нефункциональные требования понадобятся в плане производительности, устойчивости к отказам, безопасности данных и так далее, вы сможете уже сравнивать яблоки с яблоками, то есть поставщиков, которые удовлетворяют эти требования, вы будете сравнивать, а те, кто не удовлетворяет, вы их, соответственно, они не будут участвовать в финале, например, конкурсных процедур. Это все, как я уже говорю, основа это описание бизнес-процессов. После того, как у вас появляются вот эти пользовательские требования, вы уже сможете не только оценить поставщика на основании хорошо составленного ЮРСа, но и также коллеги мои уже рассказали, необходимо оценить дополнительно опыт поставщика. Это могут быть рекомендации, вот тут целый этот перечислен у нас пять пунктов, два четвертых, пятый, пять пунктов важных, на которые нужно обратить внимание. И получается, когда у вас будет хороший ЮРС, и вы выберете опытного поставщика, который удовлетворяет всем этим пунктам, вероятность успеха проекта у вас станет значительно выше. На самом проекте также опыт наш подсказывает, что наиболее успешные проекты внедрения, когда все в срок внедряется в правильном объеме, в целевых затратах, это когда клиент выделяет в проектной команде функциональные группы, которые позволяют ускорить принятие решений при подготовке какой-то документации, при утверждении документации, и также вот эти функциональные рабочие группы, они будут отвечать за те блоки, за те изменения, которые будут происходить вот именно в этих функциях, например, это производство, обычно логистика, инженерный отдел, связанный с внедрением оборудования и IT. Но это как бы не все функции, конечно, маркировка может затрагивать еще также другие функции, такие как финансы, потому что нужно планировать закупку кодов маркировки. Здесь много еще деталей, мы сейчас туда уходить не будем, но вот этот момент обязательно проработайте. Ну и создание единой структуры проектной команды тоже крайне важно, когда у нас проект, это не только вы и ваш руководитель проекта, лидеры ваших функциональных рабочих групп, все-таки это еще проектные команды ваших поставщиков, которые тоже необходимо включать в работу управляющий комитет. И здесь есть рекомендация не перегружать вашего руководителя проекта, потому что именно на нем будет роль коммуникатора, то есть это человек, который, ключевая роль его будет именно в настройке этих коммуникаций. Руководитель проекта должен отвечать за критический путь, за проектный план, но не заниматься операционной работой непосредственно по проекту, лучше документацию передать, какую-то функцию саппорта сделать и передать человеку отдельному, кто будет заниматься документацией. Этот человек должен как раз связывать проект поставщиков и вашу проектную команду для того, чтобы вы вот этот критический путь как раз нашли, проконтролировать, что вовремя вы схлопнулись, два проекта схлопнулись на этапе тестирования, задержек нет и так далее, и так далее. Так, ну и здесь уже все, у меня вступление заканчивается, здесь уже такие выводы, что поможет сделать успешный проект, это проработка пользовательских требований, это правильная организация проекта, это тщательная подготовка целевых процессов, обязательно, обязательно, коллеги, учитывайте негативный сценарий, это очень сильно упростит вам жизнь впоследствии и снизит риски, минимизирует риск рушного труда, это подготовка регламентов и процедур на производстве до процесса тестирования, важное преимущество это то, что вы вовлекаете персонал в процесс тестирования и это позволит вам уменьшить усилия на обучение людей, но это также, это очень важный момент организации тестирования, работы, поддержки, который тоже нужно до запуска сделать, устранить все возможные сценарии пинг-понга, подготовки, подготовить и протестировать SLA, все это также необходимо включить в ваш проектный план. Ну и обязательно период гиперопеки у поставщиков, что это значит? Это значит, что когда проект передается в эксплуатацию, проектная команда продолжает работать после запуска параллельно с выполнением регулярных операций. И задача у этой гиперопеки, во-первых, не бросать бизнес после завершения проекта и плавно какие-то вопросы продолжать отвечать. И второе, это устранить важные критические замечания, которые обычно всегда есть после окончания таких сложных проектов. Ну, на самом деле у меня все. Я думаю, можем переходить к сессии Q&A. Надеюсь, я уложился во время и было не скучно. Сейчас я посмотрю, сколько у нас людей осталось. Людей достаточно, чтобы задать вопросы, я уверен. Ну, отлично. Спасибо, что дослушали. Да, что у нас есть фикеры оставшиеся. Коллеги, я тут предлагаю, вот, Данил, если ты здесь в эфире сможешь выйти, я предлагаю еще раз прокомментировать про то, что я уже начал отвечать в чате касательно того, что если продукция фасуется где-то до процедуры таможенного оформления, то нужно ли ее маркировать до значит того, как она пришла или это может считаться сырьем и вот в оборот должен делать получается импортер будучи работая с товаром. В общем, я бы хотел, чтобы ты здесь прокомментировал, какие есть ситуации, кейсы и направил бы коллег помимо тех рекомендаций, которые я уже уже Данил, мы тебя слышим. Ладно, Данила, может быть, тогда позже ответит. хорошо, ладно, тогда предлагаю чуть нужно пойти, у нас есть рука, Егор, можешь ли ты выпусти так, коллеги, кто-то напущен, это была девушка. Так, ну ладно, девушка тоже похоже какое-то время. Вы не стесняйтесь, пишите в чат, если кто хочет выйти в эфир, либо руку поднимайте, либо пишите в чат, чтобы мы вас нашли, а то мы не поняли, кто поднял руку, но очень хочется услышать ваш голос. Вот плюс еще давайте в чат, коллеги, если вдруг походу я пропустил какой-то вопрос, пожалуйста, продублируйте его, тогда мы обсудим сейчас собственно, если какие-то вещи действительно пропали. Коллеги, да, прошу прощения, сейчас есть звук у меня? Да, вот, слышно, Данил. Евгений, можешь повторить вопрос кратко? Да, вопрос был следующий касательно того, какие могут быть нюансы по сути маркировки до таможенного оформления, если импортер по сути делает еще фасовку товара уже на территории Российской Федерации, но при этом сам товар, товар или сырье, вот тут у нас к сожалению нет ясности, он импортный. Да, давайте отвечу. Смотрите, если данные товары упаковка, упаковка должна являться потребительской, потребительская упаковка, смотрите, TRTS, что это такое, если эта упаковка изначально приезжает потребительская, коды ТНВЭТ, классификация совпадает с той продукцией, теми кодами, которые указаны в постановлении правительства на маркировку, которая пока что по бытовой химии его нету, но сейчас идет эксперимент, и нужно эти все вопросы как раз при участии в эксперименте обсудить и определить четко, как это должно происходить. Если все эти коды классификаторы совпадают, то эту продукцию нужно промаркировать как произведенную за рубежом, как импортированную в Россию, а если в дальнейшем вы потом делаете переупаковку, здесь надо понимать, эта переупаковка происходит как использование какого-то сырья и производство нового продукта, в таком случае это производство продукта Российской Федерации, то есть, если это уже для примера возьмем шампунь-1 и шампунь-2, значит, шампунь-2 полностью идентичен импортному шампунь-1, то есть, это тот же самый состав, тот же самый продукт, просто он упакован по-другому, зарегистрирован как уже новая какая-то продукция, имеет свой товарный знак, имеет своего изготовителя, производителя и так далее, на этикетке написано, что изготовитель это не какой-то абстрактный Procter & Gamble, а российская олитики и ромашки, соответственно, это новый продукт, и его нужно маркировать как продукт, произведенный в Российской Федерации. Но тут, опять же, нужно смотреть детально этот кейс и разбирать его. Что за сырье, как это все регистрируется, как эта процедура проводится, что за классы ТНВ и так далее. Да, спасибо, Данил. Так, я тогда, коллеги, здесь будут уже, наверное, такие вопросы прям разноплановые, я буду это отчитывать и сразу направлять, кто может быть ответить. Значит, Арина спрашивает, дата-матрикс можно располагать на темном фоне, не на белом, будет ли он считываться? Тут, коллеги, с точки зрения пастачков оборудования, я бы попросил кого-то, есть ли такой опыт, то есть, насколько был затемненный фон и в общем разница, наверное, в контрасте. Юрий, в первую очередь ты хочешь ответить? Да, добрый день, зависит от действительно фон-факторов, но, например, если брать сигареты, если брать, например, сыры, да, то там зачастую можно было увидеть, да, как делается гравировка на поверхности, то есть, когда у нас двуслойные два слоя краски, получается, белый-черный или, например, синий, и делать, вот, и, соответственно, мы это гравируем, это один из вариантов. Также на пленках, да, если брать те же самые карманы для животных, то показано, что, например, контраст на темной, да, части упаковки, он лучше, чем если мы маркируем просто белую, белую поверхность, где обычно наносится дата, да, если мы туда датам открыть, вот наносим, например, ультрафиолетовым лазером, то там он получается сероватый, и контрастность хуже, чем если мы, например, наносим на черную часть упаковки. Поэтому надо смотреть. Оба варианта применяются. Тут просто обычно там же, где наносится дата, там же и датам открытки. чтобы вам слишком сильно не менять дизайн упаковки. Юра, может быть, черная, прям полностью черная упаковка и белый нанесенный код? Да, ну, то есть тут зависит от свойств самой упаковки. Да, если мы берем пленку, она может менять свой цвет в зависимости от состава самой пленки. Да, то есть, если мы ультрафиолетом, лазером наносим, да, он просто меняет структуру пленок, меняет ее цвет, и просто может получиться контрастный код, а может, не очень контрастный. Поэтому тут в очередной раз скажу, что лучше, конечно, экспериментировать. Да, спасибо. Так, Александр спрашивает, есть ли опыт нанесения датаматрикс на пергаментную бумагу и как способ нанесения лучше использовать? У кого есть опыт коллеги? Наверное, вопрос просто нужно задать, а непосредственно пергаментную бумагу или все-таки на упаковку с пергаментной бумагой, но если со всем пергамент, то, наверное, все-таки аппликационный метод и других вариантов решения здесь в данном случае нет. То есть это будет стикер. Так, коллеги, спасибо. Коллеги, еще какие-то вопросы? Можно еще задать голосом, если вопрос сложный и не хочется формулировать письменно? Есть время? Пожалуйста, задавайте. Так, во, Вадимир хочет выйти в эфир. Егор, пожалуйста, помоги Вадимиру. Алло, слышно меня? Да, да. Добрый день. Вопрос на НК Арифу, вот конкретно компании Утрейс. В этой презентации я так понял, что вы разработчики только уровня L4, да, а уровень L1, L3 вы покрываете за счет сторонних продуктов. Правильно я понял вашу компетенцию? Да, все верно. Ну, у нас, почему так? Потому что мы сталкивались с тем, что, например, на разных площадках может разное оборудование стоять производственных, и поэтому уровень L4, он обычно вендор независимый. Да, хорошо, я понял, спасибо. Так, кто-то еще в эфире? хочет поучаствовать. Так, а, еще был вопрос в чате. А, да, это Данила уже ответил. Так, коллеги, если вопросов нет, еще раз повторю, что запись, а, так, Сергей готов выйти в эфир, но пока Егор выводит Сергей в эфир, я скажу, что еще раз, что презентации сегодняшние будут разосланы, вот, вы можете также потом какие-то вопросы уточнить по почте, и мы сможем как бы скоммунифицировать и связать с одним из наших партнеров, если нужно, ну и в конечном счете всегда есть возможность пообщаться лично. Да, Сергей, пожалуйста, какой вопрос у вас? Я хотел, Гаррифу, да, вопрос задать, наверное, у вас это именно интеграция, которая, своя собственная программа, которая связывается со всеми базами, ну, грубо говоря, ВМС, ERP и так далее, или вы просто есть какие-то уже опытные, ну, опыт в реализации именно на ВМС, потому что у нас есть как производство, так и торговый дом, и здесь вот очень важно, да, работа с ВМС. Ну, естественно, мы интегрированы, есть опыт интеграции, как с, ну, со всеми вендорами оборудования, как, который сегодня здесь присутствует точно, есть опыт интеграции с ERP-системами, поскольку часть данных тоже мы получаем с ERP, и ERP-системы тоже разные, это SAP, и 1S, и, конечно же, складские системы, опыт интеграции есть с разными провайдерами, с таможенными складами, с поставщиками WMS-решений, и также у нас есть мобильное приложение для небольших складов, если вдруг WMS-системы недорабатываемые, или нужно обеспечить учет продукции на штучном уровне, вот, можно использовать наше мобильное приложение, оно напрямую связано с уровнем L4, и какие-то корректировки можно делать, например, по иерархии, или можно делать, не знаю, дублировать операции отгрузки, сканировать коды, которые подготовлены к отгрузке, если, опять же, WMS-системы это не умеют делать, но мы все-таки склоняемся к тому, что лучше построить интеграцию, чтобы у вас не было двойного контура сканирования, чтобы вы сканировали сканером WMS-системы, и мы эти данные автоматически через WMS-систему получали к себе, и добавляли в тот же, в ту же систему электронного документа оборота, вот, но это все зависит, очень много нюансов, все зависит от уровня автоматизации, от самой системы, от количества этих систем, все. Я бы тебе добавил в этот тариф, что еще, безусловно, часто интеграция в 3PL, когда мы говорим про логистическую часть процесса маркировки, и если мы говорим про прямую отгрузку как бы от производителя в точку, то чаще всего водитель тоже будет оснащаться мобильным приложением, потому что он в момент отгрузки точно не знает, какие коды он будет отгружать в точку, и, соответственно, эти коды нужно будет тоже в составе UPD передавать, и, как следствие, водитель должен быть оснащен мобильным устройством, который позволяет ему считать коды непосредственно в момент выдачи в точку. Поэтому, да, это тоже такое, как бы у вас. Ну, там несколько сценариев есть, там есть сценарий предварительной сборки, когда вы четко знаете, какой заказ, куда везется, и тогда нам просто сам факт продажи нужно получить, да, для того, чтобы, да, обогатить UPD. Либо, да, либо это у водителя. Но обычно это вот системы Retail Management, да, они дорабатываются и позволяют это делать. Вот, наша все-таки задача, как L4, это обеспечить учет всех этих данных и в правильной последовательности отражения этих данных в регуляторных системах. Вот, чтобы у вас просто не возникали ошибки, которые остановят операции. Так, коллеги, да, еще какие-то вопросы? Если Сергей мы не ответили, то тоже можно повторить что-то. Да, я хотел просто уточнить, ну, прям вот вживую, с Axelot какая-то интеграция была у вас. Где-то, по-моему, было у нас, мелькал где-то Axelot. Вот, точно, сейчас не вспомню где, но точно мелькал. Ну, он достаточно гибкий, сам Axelot, насколько я знаю. То есть, есть система, которая, ну, очень сложно, да, что-то от них получить. Вот, то, что касается российских систем и разработок, особенно на базе 1С, это достаточно легко настраивается. Так, там еще отдельно в чате идет обсуждение с Данилой, но я надеюсь, что там Данила ответил. Коллеги, кто еще хочет в эфир выйти, либо задать вопрос в чате, пожалуйста, есть еще время. Вот, давайте еще, наверное, минуту-две максимум. Да, коллеги, у нас были вебинары, я просто краду минутку времени, и очень много вопросов было про оборудование. Вот мы сделали возможность, дали возможность поговорить с вендорами оборудования, и очень хочется, чтобы вы воспользовались этой возможностью, прям все, что касается нанесения, технологий, да, вот задавайте вопрос, не стесняйтесь. А, во, Ариф, точно. Был вопрос касательно кодов, структуры кода маркировки для разных товарных групп и вообще. Мы не посвятили внимание этому вопросу сегодня, но мы точно посвящали этому вопросу на предыдущих наших вебинарах. Может быть, имеет смысл, там, по-моему, Татьяна это спрашивала. Еще раз написали. Я помню этот вопрос, я уточнил, из какой индустрии, потому что в разных индустриях разная информация кодируется. Обычно, ну, как бы классически заносится GTIN, заносится серийный номер и крипточасть. Вот, все, никаких сроков годности, партии и так далее, там не кодируется, это не нужно кодировать. А вот состав серийного номера, например, разный может быть. Есть серийный номер длинный, есть серийный номер, например, с пяти символов состоящий, есть коды маркировки четырехсекционные, есть односекционные. И все это, в принципе, на сайте ЦРПТ можно найти конкретно под вашу индустрию, какой используется код. При этом, в эксперименте у вас может быть один код, а по факту вы можете использовать, например, два вида кода, односекционный или двухсекционный. Здесь все на рабочих группах и можно выяснить либо на сайте ЦРПТ, либо можете просто написать мне. Я с удовольствием найду эту информацию, поделюсь. Да. Коллеги, я тогда предлагаю на самом деле заканчивать. По сути, у нас уже коллеги начинают потихонечку отключаться. Было достаточно насыщенно, и я понимаю, что два часа выдержать сложно. Спасибо тем, кто остался, успел задать вопросы. И я всем желаю успешного внедрения в срок, без лишнего стресса. Мы здесь для того, чтобы вам помочь. Поэтому обращайтесь к нам по любым средствам связи. Спасибо. Всем спасибо. Можно вот тут интересный вопрос все-таки по поводу, и его часто задавали, по поводу читаемости кодов в течение срока годности, потому что у многих продукций длительный срок годности, и есть опасения, что код сотрется. Я думаю, Максим как раз хотел на эту тему высказаться. Да, коллеги, еще раз добрый день. Ну, здесь как раз вопрос о стираемости, нестираемости. Здесь, опять же, зависит от того, как транспортируют методов, которые используются на производстве, там, агрессивная среда, неагрессивная. Вот. По надежности, если сравнивать, да, по считываемости и дальнейшему, как бы, сроку жизни кода, то самый надежный способ это пьезо и лазер. Понятно, что любой стикер, так или иначе, несмотря на то, что где он будет располагаться, аппликационным методом он будет менее, точнее, более подвержен различным агрессивным факторам. Окей, все, коллеги, давайте, это был последний вопрос. Спасибо всем и хорошего всем дня и будьте, будьте в форме. Все. Спасибо, коллеги, до свидания. Спасибо вам. Все добро. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok